Меня зовут Одинокова Мария, компания Кунжут, фабрика по печати на ткани, Санкт-Петербург. Я являюсь основателем фабрики. Нашей фабрике было в прошлом году 12 лет. И сегодня мы с вами поговорим на тему, как же выбрать подрядчика, в частности по печати на ткани, какие технологии лучше для себя подобрать, как подготавливать принты и, собственно, все, что касается вот этой вот технической кухни. Ну, принты раньше были так вообще повсюду. Сейчас я надеюсь, что их объем нисколько не уменьшится. И печать, если вы увидите, представлена множеством компаний на интерткани. Она никуда не девается, она растет, она позволяет закрывать многие аспекты. И о них мы тоже сегодня поговорим. Значит, с помощью текстильной печати, что очень удобно, вы можете создавать любые рисунки. Они могут быть уникальными, трендовыми, коммерческими, любыми. Все, что вы можете сотворить, вы можете адаптировать на текстильный носитель. С помощью цифровой печати вы можете производить небольшими тиражами. Это очень экологичное производство. Вы можете не хранить остатков. Это важно. Вы можете не производить впрок. Это экологично. Вы быстро меняете коллекции. Вам позволяет вот этот блок с легкостью тестировать. Приглашаю вас посетить национальную турецкую экспозицию, которая находится в зале 3, поведенном номер 2. Это тоже очень важно, потому что турецкие полотна сейчас очень-очень в теме. Где проходят встречи с дизайнерами и экспертами. Ждем вас в поведенном номер 3. Да, это наши работы. Мы сотрудничали с брендом Zaza. На Mercedes Fashion Week они представляли свои коллекции. Мы частично помогали им с принтами и печатали на ткани, собственно, то, что они потом использовали для своей капсулы. Собственно, цифровая печать позволяет не тратить лишнее. Вы можете произвести ровно столько, сколько вы можете, хотите, чувствуете и так далее. С помощью цифровой печати вы всегда можете воспроизвести свой рисунок в любое время. Это очень важный аспект, потому что вам не нужно задумываться о том, что в какой-то момент поставщик выведет ваш рисунок, который у вас стал максимально успешным. Например, для тех же самых маркетплейсов, если вы отшиваетесь небольшими тиражами и печатаете небольшими тиражами, это всегда большой плюс, потому что вам не нужно задумываться о стоке, когда он появится, а появится ли вообще, а что с ним происходит, а почему эту ткань вывели, а почему эту ткань задержали. Вы всегда можете подпечатать этот рисунок в любое время. С помощью цифровой печати вы можете быстрее реагировать на актуальные повестки. Любое ваше мнение, любое ваше, ну, какое-то историческое событие вы можете с легкостью адаптировать в любом промежутке времени на любом, опять же, материале. С помощью цифровой печати вы можете вносить в коллекцию разнообразия не за счет модели, а за счет рисунка. И, в принципе, это такой, ну, изначально самый важный этап по работе с тканью, потому что, создав один раз очень успешную коммерческую модель, даже, ну, опять, я возвращаюсь к маркетплейсам, потому что сейчас это один из таких хороших каналов продаж. И, в принципе, когда вы создаете там ту же самую карточку товара, вы можете с легкостью расширить ассортимент вглубь за счет того, что вы делаете большое количество дизайнов. И вы спокойно тестируете рынок, и у вас в любом случае в одной карточке товара очень много дизайнов, и многие из них отыгрывают. И вы можете их менять и делать подсорт вовремя, как хотите его адаптировать, и всегда это будет свежо и актуально, в то время как модель всегда остается, ну, по сути, одно и то же. Вы один раз вложились и больше на нее не тратитесь. Это очень круто. Чем мы занимаемся на нашей фабрике? Мы дизайнерим принты, мы печатаем и мы шьем. Мы закрываем все три ниши, поэтому мы очень легко, очень быстро реагируем на изменения рынка. Мы понимаем все боли, все предпочтения, все пожелания практически любого сегмента, потому что мы работаем по принтам и с масс-маркетом, и с люксовыми брендами. И выставлялись на премьер-визион, и многие компании с нами работают с той выставки, и с Амстердамом работали с Evolution, и с многими-многими и российскими поставщиками в том числе. Поэтому любой спектр от принтов, которые, скажем так, на интерьерный текстиль в несложном сегменте до люксовых брендов французских, мы обнимали. И печатаем на ткани, и шьем мы тоже достаточно большой диапазон. То есть мы можем отшить и какие-то легкие ткани, и фэшн-ткани, и в то же время и спецодежду, и спортивные сумки. То есть мы закрываем достаточно большой спектр. Печатаем на ткани мы шириной до 160. Достаточно большой ассортимент имеем тканей в наличии. Они в регулярном пополнении находятся, и мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличивать интересные подачи, интересные носители. И во многом нам очень помогают, собственно, наши клиенты, партнеры, потому что они приходят и говорят, вот на рынке появилась такая-то ткань, такая-то новая основа, а почему у вас ее нет, мы начинаем ее сразу тестировать. Если она находит отклик у многих потребителей, мы сразу начинаем ее вводить в ассортимент. Для сублимации это очень легкий процесс. Сейчас объясню, почему. Ну, немножко наших клиентов. В основном мы снискали себе славу, не побоюсь этого громкого слова, в музейном спектре, в выставочных пространствах, в культурном аспекте. Мы работаем с очень многими музеями на всей территории России, с любыми бюджетами, с любыми визуальными составляющими. Нам с ними со всеми одинаково приятно работать и их развивать. Ну, вот немножко подборочки. Что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем. И перейдем к технической части, ради которой, наверное, эта презентация создавалась. То есть преимущества. Печати на ткани. Первое. Это цветопередача миллионов оттенков. Вы знаете, что существует масса технологий, но самое лояльное, скажем так, к пользователю, это именно цифровая технология. Потому что что вижу, то переношу. Очень легко с этим работать. Возможность печати изображений любого формата без оглядки на рапорт. Те, кто сталкивался с печатью, неважно, на какой территории, в Китае, в Узбекистане, в Париже, где угодно, допустим, при печати шелкотрафаретами или валами, все прекрасно знают, что есть определенные технические характеристики, которые вы должны соблюдать. Там определенное количество цветов, определенный шаг рапорта, определенное построение, невозможность некоторых цветов и так далее. Здесь это отсутствует. Здесь вы можете печатать все, что хотите, когда хотите и в какой момент. Формат рулон и печать удобен для создания любой текстильной продукции. То есть мы печатаем лекалами, мы печатаем метражом, можно запечатывать паттерн, можно запечатать поганаш, один метр. Очень вариативно. Можно стирать. Можно не бояться, что эта печать полиняет, потрескается, выстирается, с ней что-то произойдет. Она втравливается в структуру волокна и скорее у вас ткань и стлеет, чем у вас и стлеет краска, с помощью которой наносилось изображение. Меньше вред окружающей среде. Здесь достаточно все просто. Используется меньше водных ресурсов, меньше энергоресурсов. Вы делаете печать в моменте. Вам не нужно привлекать достаточно большое количество трудовой силы и так далее и тому подобное. И все это влияет на то, что меньше вреда идет в сторону окружающей среды и, собственно, больше экономии вашему бизнесу. Любые текстильные основы, быстрые сроки производства, экономичность и возможность печатать небольшими партиями. На сегодняшний день по печати на ткани и с плана прямой печати существует две технологии. Сублимационная печать, прямая печать на натуральных тканях. Мы занимаемся преимущественно сублимационной печати, потому что считаем, что здесь больше спектр возможностей, интереснее направление. Но прямая печать на натуральных тканях имеет место быть и очень многие пользуются. Это прекрасное направление. Просто оно чуть сложнее, чем предыдущее, потому что в предыдущем направлении технологии используются всего два этапа. Вы печатаете сначала на бумаге, а потом на большом таком утюге, каландровый термопресс при высокой температуре, переносится краска с бумаги на ткань. В случае с натуральной печатью, с прямой технологией, это немножко другой процесс. С тканями нужно работать, с тканями нужно пропитывать, нужно проходить определенные этапы, использовать определенные химические составы. Там обязательно нужен технолог. Это все такой прям очень серьезный процесс, который требует времени, сил и сноровки. Цены даны, сразу скажу, очень давние, не зависящие от ситуации на сегодняшнем рынке и очень приблизительные. Потому что это зависит от типа оборудования, которое использует поставщик, это зависит от того, какая, опять же, ситуация экономическая в стране, это зависит от того, какое разрешение файла печатать и так далее и тому подобное. Тем не менее, при сублимационной печати проще всего работать на своих тканях. Более того, при сублимационной печати можно использовать даже цветные носители. Это очень удобно, когда вы играете со своей коллекцией, со своей подачей и хотите предложить что-то новенькое и интересное. Потому что в случае с печати на натуральных тканях, как правило, поскольку используется химическая предварительная подготовка, на своей ткани, на цветной, вам печатать не получится. Либо если получится, то это потребует определенных усилий. В случае с сублимацией этот процесс занимает гораздо меньше времени и он намного проще. Единственный аспект, что ткань основы должна быть светлее, чем ткань принта, которым вы запечатываете эту основу. Ткани для печати. Как мы работаем? Ткань должна быть белой или светлой. Это, скажем так, правило. Как я уже сказала, в любом правиле есть исключения. В сублимационной печати эти исключения есть. Можно печатать на максимально светлой основе, но мы печатали на красной микрофибре черным цветом, мы печатали на малиновом флисе синим цветом. Да, есть нюансы. Это как когда вы рисуете акварелью поверх чего-то, у вас определенным образом смешиваются цвета. Обязательно нужно делать цветопробу. Но у вас есть возможность поиграть, потворить, и вот этот процесс оживить немножко, а не просто печатать, ну вот как бы увидел на экране, перенес. Здесь у вас есть такой аспект заигрывания с творческим процессом, и это тоже очень прикольная черта. Важен состав ткани, потому что определенному составу соответствуют определенные технологии. Если вы принесете натуральную ткань на сублимацию, то результат будет нулевой. Мы печатаем сублимации на смесовых тканях в составе. Смеса должно быть не более 20% натурального волокна. На что это влияет? Ну, представьте, технология, которая предназначена для полиэстера, она запечатывает полиэстер. Технология, которая предназначена для натуральной ткани, она работает с натуральной тканью. Соответственно, если у вас 20% чужеродного в составе, то эти 20% запечатаны не будут. То есть технология просто их отвергнет. Таким образом, когда вы печатаете на смесах, вы получаете результат в соответствии с тем, что у вас написано на вашем составнике. Если 20% у вас занимает хлопок, значит на 20% примерно ваше изображение будет бледнее. Либо оно состирается при первой же стирке. Вот такой вот вариант. Для прямой печати реактивными чернилами хлопок леон-шелк. Для прямой печати кислотой используют шелк, шерсть, полиамиды и нейлон. Для прямой печати пигментами можно использовать хлопок леон. Прикотаж — это не из этого. И ткани, которые предлагают производство, знайте, они всегда проверены. То есть всегда при любом раскладе, когда у вас есть на выбор взять что-то, что вы не знаете, не предполагали, не хотели для своей коллекции, но вот вам понравилась эта тканюшка или то, что вам предложило производство на замену, всегда выбирайте в сторону производства, потому что это оттестировано, проверено, качественно и заведомо правильно. Если вы хотите печатать на своей ткани, как я уже сказала, отнесите состав и выбранную технологию и выбирайте светлую ткань, в идеале оптически белую. Предоставляйте ткань в рулоне фабричной намотки. Это очень важно, потому что часто очень приносят в пакетах, часто завернутых в какую-то марлю, очень часто приносят на вот эти вот плакетки, намотанные ткани. Это все не туда, потому что мы работаем с рулонной печатью. Нам нужно эту ткань выправить, нам нужно правильно ее сопоставить. Особенно это касается, ну не знаю, шелковых тканей, тот же шелкармани или шифон. Он бегает, ткань струящаяся, это все как бы движется под руками. Если это приносится в состояние вот так вот кучкой бухнули, то, ну, собственно, результат будет весьма плачевным. Поэтому обязательно фабричную намотку мы соблюдаем. Желательно, чтобы шпуля, на которой содержится вот эта вот намотанная ваша ткань, она была не узенькая, потому что не на все валы она проходит. То есть, ну, минимальный диаметр примерно, наверное, 10 сантиметров. Это минимум. Перед закупкой тиража всегда возьмите 1-2 метра для цветопробы. Но очень важный аспект, который очень часто наши ребята забывают, когда у нас печатается ткань, которую вы берете на тираж и отшив своей коллекции в будущем, вы берете в том же месте, в котором вы брали вот эти 1-2 метра. А то бывают такие случаи. Я взял 1-2 метра, принес, мне отпечатали цветопробы, я доволен, а потом я пошел в модницу и купила эту же ткань. Я приношу и не понимаю, почему у меня цвет не совпадает. А не совпадает он по массе аспектов. Это могут быть любые примеси в составе, это может быть тон немножко другой, отбелка другая, это может быть немножко другая вязка, нить и так далее, и тому подобное. То есть масса причин, по которым это может происходить. Я вам больше скажу, что вы все 100% сталкивались, что в одной партии рулоны могут быть там разнотонные. Все сталкивались, что рулоны могут быть там чуть короче, чуть длиннее, там может быть больше натяжения, меньше натяжения. От этого никто не застрахован. Но можно этот риск минимизировать, если вы берете на цветопробу и на последующий тираж в одном месте. Отмечайте сторону печати. Мы не боги, это касается любого производителя, мы не можем осознать, понять небесный какой-то смысл того, того, что вы закладываете в своей коллекции. То есть если вы приносите ткань, которая двусторонняя, с одной стороны, допустим, трикотаж, ну что-то типа скубы, или что-то типа, я не знаю, спортивного трикотажа, где одна сторона гладкая, которую вы используете там для костюмов, а вторая ворсовая, которую вы используете, ну для того, чтобы тепло было, она такой микрофлис, начосик, то мы не можем предугадать, что вам нужно напечатать, оказывается, на микрофлисовой стороне. Потому что обычно печатают на спортивных костюмах на гладкой. И вот такие моменты в избежании недоразумений лучше проговаривать с подрядчиком заранее, отмечая сторону печати, тем самым подтверждая, что вы в здравом и твердой памяти решились на такой эксперимент. В ткани может быть брак, и брак на ткани заказчика компенсировать невозможно. Это стандартная процедура. То есть если, допустим, мы увидели на своих тканях, что происходит какая-то проблема, нитка, дырка, грязь, прострел, все что угодно, мы перепечатываем молча, просто потому что это наша основа, мы за нее несем ответственность. И неважно, какие проблемы при этом мы встречаем. Но если вы приносите свою ткань, все риски по основе лежат на вас. Соответственно, если вы хотите, чтобы результат был приближен к идеальному, ну, значит, нужно ее как-то отсмотреть, отбраковать, может быть, у поставщика, у которого вы взяли, попросить промеры, чтобы вам точечками отметили, где, возможно, какие-то не очень приятные для вас в будущем истории. Потому что, ну, какая бы она дорогая, а для вас она дорогая, какая бы она дорогая ни была, мы ничего с этим сделать не можем, потому что мы за основы не отвечаем. Мы отвечаем за услугу по нанесению. То есть как ткань смотрится уже с печатью. Можно запечатывать поэтапно, но необходимо учитывать такой важный аспект, как технологические разрывы, то есть и технологические припуски. У нас в сублимации для того, чтобы ткань и бумагу заправить в каландры, требуется примерно от 20 до 40 сантиметров. Можно подлезть руками и заправить ткань там и сразу, но не будет натяжки, может просочиться какая-то проблема, может заломиться ткань. В общем, это никому не нужно. Поэтому, когда вы берете свою ткань и приносите подрядчику на печать, обязательно учитывайте, что 40 сантиметров на вход, 40 сантиметров на выход с каждого рулона. То есть если вы несете 30 рулонов, то с каждого у вас будет заход и выход, заход и выход. Имейте это в виду. Ткани с пропиткой и тонкие ткани требуют дополнительных затрат. Тоже обращайте на это внимание. Шифон, ткань тонкая, у нее идет пробив на вторую сторону, поэтому подрядчики используют защитную бумагу. Защитная бумага – это дополнительные расходы. Соответственно, они ложатся, в том числе, на вас. Ткани с пропитками. А-ля Дюспа у Оксфорда, которые имеют в составе PU. Если некачественно PU, она мигрирует, скатывается, сматывается и так далее. Поэтому добросовестные подрядчики, перед тем, как печатать на таких тканях, как правило, ее усаживают. Мы тоже усаживаем. И это тоже деньги. Потому что, если ее не усадить, есть риск не только того, что сама пропитка сойдет, но есть риск еще того, что ваш рисунок попалдет в дальнюю даль. То есть он будет идти по гладкой поверхности за счет усадки и плыть и плыть. Это никому не нужно. Примеры брака. Вот как раз пример кривой заводской намотки. Как в ТикТоке есть такая письма. Вот так вот не надо. Заломы на ткани – это тоже такая очень противная штука, потому что бывают варианты, когда они разглаживаются в процессе печати, а бывает нет. И для того, чтобы их не было, нужно выбирать качественного подрядчика, тот, кто вам поставляет непосредственно ткань. Результат печати на неправильно подготовленной ткани – это заломы. Они не прошли, заломилась ткань, не прокрасилась, и вы получили вот такой вот эффект. Одно дело, если вы его обошли, потому что в крое он вам не важен, и вы допечатали там кусочек кроя, и все в порядке. А другое дело, когда у вас идет какое-нибудь полотно длинное на шторину, и у вас вот такая вот история посередине. Опять же, никому это не нужно. Брак ткани, про который я говорила, что он не компенсируется, и с которым мы точно так же сталкиваемся – это грязь. Там и ботинки бывают, да, вроде казалось бы, откуда им взяться там в середине рулона, но бывает. И бывают основы, которые проявляются только при печати. Это очень характерно для флисовых тканей, там, где ворсинки проявляются уже после каландрирования. Нужно иметь в виду, что некоторые ткани ведут себя определенным образом, и этот процесс никак не предугадать. То есть мы обычно, если знаем такие основы, мы предупреждаем клиентов, что не используйте там цвет такой-то в макете, или используйте, наоборот, максимально плотные заливки, чтобы вот такого избежать. Но, тем не менее, такие ткани есть. Это, ну, не предугадаешь. Но есть, которые предугадаешь. Если вы видите, что у вас на рулоне очень много пыли, эта вся пыль впечатается при каландрировании. Соответственно, нужно либо ролик почистить, либо попросить замену. То, что я говорила про неусаженную ткань и беззащитные бумаги. Видите, да? Цвет мигрирует. Цвет мигрирует. Это так называемая отмарка, которая происходит ввиду того, что либо процесс отлажен не очень качественно, то есть каландрировщик пропускает скорость каландра быстрее, чем нужно, допустим, для закрепления, либо это используется неусаженная ткань и беззащитные бумаги. Качество макета. Очень важный аспект, который вы должны обязательно отслеживать, уточнять с требований у производства. Все печатают по-разному. Кто-то в CMYK, кто-то в RGB, кто-то из JPEG, кто-то из PDF. Объясню, почему мы не печатаем из PDF. Это просто очень частый вопрос у нас на мастер-классах, потому что не всегда при подготовке макета дизайнеры вот это вот поле, которое в иллюстраторе выходит за пределы PDF макета, учитывают, и в результате в PDF макет попадает вот этот вот мусор. А система программная, она считывает полностью вот этот вот макет. То есть вы, грубо говоря, взяли вот этот лейаут, сделали, а потом из него сделали, я не знаю, А4 формат. А система видит вот эту вот границу после, и она считает, что на печать идет не А4 формат, допустим, а метровый. Поэтому как бы мы PDF и не очень любим. Но в целом как бы кто-то работает, почему нет? Уточняйте требования у производства. Каждая ткань влияет на цвет. Как я уже сказала, степень белизны, толщина, состав ткани, любые примеси, у вас будет совершенно разный эффект. Тоже случай из жизни, когда вы, допустим, приходите, печатаете на Oxford 600, а потом приходите и не делаете. Это проба, говорите, хочу тот же макет на шелке Armani. Хорошо, сделали. Смотрите, у вас на Oxford супер ярко там детализировано и так далее, а на шелке Armani, допустим, ну, чутка бледнее. И вы начинаете, ну, спрашивать, как бы это некачественная печать, у вас там там краски не далили мне или еще что-нибудь. Нет, это не так. Это разные основы. У них разная степень абсорбции ткани, да, как они впитывают. У них разная степень белизны. Если ткань белее, соответственно, принт ложится ярче. Если ткань имеет матовый эффект или она молочного оттенка, принт ложится, ну, теплее, хуже и так далее. У нас, если посмотреть на коробку с образцами, то вы просто поразитесь. У нас используется один макет зеленого цвета, допустим, на трикотажной основе. Но взять Biflex, холодный такой прям детальный оттенок, и взять флис, он будет супер теплый, такой травяной зеленый. Ткань при этом использована разная, но макет при этом использован один. Поэтому, если вы делаете каждый раз разную ткань, на каждую ткань вы делаете цветопробу. Самые распространенные ошибки, они чуть-чуть будут дальше, я покажу. И мы просим. Опять же, это не все делают. Но мы просим не присылать в формате CorelDRAW, потому что при сохранении макетов, особенно это касается очень часто лекал, слетают границы. И когда мы открываем там вебс в формате, там нарушается часто достаточно построение, и программа плохо воспринимает это все дело. Поэтому мы просим переводить в JPEG, TIFF, разрешение 150, DPI минимум. JPEG или CMIG нам не важно. Но только имейте в виду, как дизайнеры, что когда вы готовите макет в JPEG, вы выбираете соответствующий профиль. То есть, если вы делаете один раз этот макет в JPEG, то в следующий раз вы изменения по нему тоже делаете в JPEG. Чтобы не получилось так, что вы сделали в JPEG, в следующий раз открыли его, заменили профиль, делаете в CMIG, сохранили в CMIG, отсылаете нам, говорите, печатаете в JPEG, получаете другой цвет. И обладеваете, как бы, а как так получилось? А получилось так, что вы взяли другой профиль при уже изначальном построении макета. И размер желательно масштаб один к одному. Самые частые ошибки. Лишние элементы в макете. Ну, здесь, наверное, не очень видно. Вот здесь вот более наглядно. Крошки, пыль, грязь, которую вы, ну, если вы делаете, подготавливаете какой-то макет, если вы подготавливаете большой макет, как дизайнерам вам объяснять не надо, да, вы его расширяете, смотрите, зачищаете, потому что все, что у вас на экране, все будет на ткани со всеми и плюсами, и минусами. Нестыковка паттерна. Часто бывает у тех, кто пользуется нелицензионным обеспечением. Эта история выскакивает периодически у иллюстратора. Она практически незаметна, ее редко можно отследить. Если только приближение, мы проверим, что у вас стыковка отлажена и паттерн состыкован верно. В противном случае вы получаете вот такие вот обрезки, смещение ваших рисунков, особенно, когда у вас идет, допустим, поганаж. Значим, элементы дизайна уходят за линию шва. Если вы работаете с лекалами, да, вы должны предусмотреть, сколько у вас идет припуск на шов и какое изображение у вас уходит туда, потому что напечатается ровно так, как напечатается. Еще есть возможность усадки, и вы рискуете тем, что там ваш ангелочек, который вы вот прям к рукавочку пристыковали, он может уйти в этот самый рукавочек непосредственно в шов. Неправильный цветовой профиль, как я говорила. Пропустила что-то, да. И низкое разрешение. Ну, как бы, что имеем, что с дизайнерами, то и получили на ткани. Сотрудничество с фабрикой. Что мы рекомендуем? Смотрите образцы. Если образцы уже на начальном этапе, это как портфолио. Если вас что-то смущает уже в образцах, значит, есть вероятность, что дальше будет, ну, либо так же, либо хуже, да. Потому что любой поставщик, любой подрядчик должен трепетно относиться к тому, какой продукт он предлагает. И образцы – это первая ступень, с которыми работает его партнер. Поэтому обязательно смотрите. Смотрите портфолио аналогичной проекты. Сами понимаете, что если подрядчик в основном печатает на флаговой ткани, а вы приходите и просите сегмент фэшн или трикотажку, ну, здесь такой вопрос, а есть ли у него основы, а работал ли он с ними, а получается ли у него и так далее и тому подобное. То есть обязательно смотрите на портфолио и на спектр. Оцените ассортимент тканей. Чем он шире, тем, ну, не то чтобы лучше, просто вам так комфортнее и удобнее, потому что за вас уже все решили, основы подобрали, есть такой-такой-такой вариант ткани на такие-то и такие-то цели, и вам просто так комфортнее работать. Наличие допечатной и постпечатной обработки – это большой плюс. Частая у нас задача, когда присылают и просят, перекрасить паттерн, убрать лишний элемент, зачистить, проверить лекало. Эти услуги, как бы, это хорошая вещь. Более того, когда мы получаем файл, и мы видим явную ошибку, то есть мы не всматриваемся, допустим, если клиент нас не попросил, но мы видим явную ошибку, мы всегда об этом скажем. Очень многих ребят мы наших так вот остановили прямо на этапе уже печати, когда шли вот такие-то какие-то ошибки, которые мы смогли поправить. Принцип у всех один, разные знания, подход, расходные материалы и комплектующие, но, в принципе, сама печать цифровая, она и в Африке цифровая печать. Есть рисунок, есть ткань. Грамотно формулируйте запрос. Четко сформировали, четко решение. Ну, это относится не только по ткани, это, в принципе, относится, если вы работаете с подрядным производством. Оценивайте сроки, помните о доставке и сразу сообщайте, когда вам необходим заказ. Потому что, да, печать, она максимально быстрая, то есть, грубо говоря, вы можете взять файл, постоять вот так вот рядом, и через 10 минут получить уже итоговое изображение, если, допустим, один метр. Но никто так не делает. У нас есть свои производственные циклы, в них нужно вставать, есть определенные приоритетные задачи и так далее и тому подобное. Поэтому, если вам нужно срочно и сразу, надо об этом подрядчика предупредить. Согласование – это ваша ответственность. Макеты должны быть согласованы. Если вы не согласовали или, наоборот, согласовали, а потом машете ручками, то, ну, как бы, пенять остается только на себя, потому что это ответственность за тот продукт, который вы ставите непосредственно в производство. Если планируете сотрудничество на постоянной основе, обязательно посещайте. Не знаю, как другие, но я знаю массу фабрик наших коллег по рынку, которые с удовольствием принимают у себя дизайнеров, показывают им все, объясняют процесс. С таким подходом проще работать, потому что не нужно каждый раз, когда к вам обращается дизайнер, потом каждый раз объяснять всю цепочку заново, потому что он один раз пришел, увидел, посмотрел, все понял, понял, как это делается, почему это делается, и больше вопросов не задает, вы не задаете больше вопросов. Это очень приятно, и это, ну, как бы, всегда облегчает коммуникацию. Если срочно звоните, и всегда заключайте договор. Ну, и как мы работаем в кунжуте по этим принципам? Можно заказывать все в комплексе, можно только дизайн, можно только печать, можно только пошив, любой из этих этапов интегрировать, как удобно переносить, в общем, делаем все. Печатаем мы в основном методом сублимации. Минимальный заказ 4 квадрата мы поднимали до 8, сейчас, наверное, опустим до 2, чтобы у всех была такая возможность все-таки напечатать свои волшебные истории на ткани. Минимальный заказ на готовый текстиль зависит, собственно, от изделия. То есть, если это сумки, все у нас на сайте расписано, есть определенный минимум, который нужно соблюдать. Работаем везде, коробочки предоставляем, цветопробы делаем, скидки студентам профильных специальностей, делаем. Ждем в гости, в Питер приезжайте, там вообще кайфово, скоро выглянет солнце, будет приятно смотреть, как солнышко падает на этот каландр, как ваша ткань выплывает волшебным образом оттуда, и все будет замечательно. Вопросы? В Москву отправляем, из Москвы, ну, собственно, по всей России заказы принимаем. Представительства в Москве нет. Года два назад часто встречала, когда трикотаж полностью темным цветом залит, сублимация, и потом вот эти светло-белые основы пеленгуется и мигрирует на поверхность через красочный слой. Это вообще из-за чего, и как этого избежать, и как это предвидеть? Будет ли это? Значит, смотрите, по поводу фонов на трикотаж. Сейчас тоже пережду. Текстильный и зоркой промышленности, которые проходят сегодня в зале достижений. Павильон номер 8, конференц-зал, первый этаж. Начало мероприятия в 11 часов. Ждем вас. По поводу сплошных макетов, сплошной заливки. В принципе, это на трикотаже, ну, не есть хорошо. Причина какая? Нить, она всасывает очень хорошо, она ткется, не ткется, вяжется, и, грубо говоря, краска провалит. Соответственно, если вы растягиваете, вы видите, что белые вот такие полосочки. Поэтому сплошная заливка, особенно темными цветами, цвет, как правило, провалится внутрь, он вам даст не ярко-черный, а скорее его серый оттенок. Ну, такой графитовый немножко. Это раз минус. Второй минус трикотажа, ну, имеется в виду очень плотного, например, футер с начесом, там 320 грамм. Вторая причина, то, что вы сказали, да, пилингуемость. Да, такое возможно, но, как правило, это происходит, если, ну, а поверхность трется какой-то предмет. Тогда вот это вот механическое, техническое воздействие, да. Если это хорошая ткань, хороший поставщик, такого, по идее, быть не должно. Но пилингуемость, она вероятна, если стирка неправильная, допустим, да, или механическое воздействие какое-то совершено. Лучше брать трикотаж, который, ну, допустим, предусмотрен именно для саблимационной печати. Есть такие ткани. То есть не то, что вы там пошли, там, не знаю, в компанию, которая занимается этим профилем, да, взяли любой рулон, принесли и напечатали. Нет, а именно, ну, трикотажку лучше брать у тех, кто непосредственно возит для этих целей. Тогда есть вероятность, что у них вот этот вот слой максимально сделан антипилинг, и краска ляжет ровнее. Но все равно темные максимальные цвета на трикотаж лучше не использовать. Это тоже самое касается и флиса. Хотя он себя прекрасно проявляет, ведет, там запечатывается отлично. Но это только если флис хороший, то есть основа сама подготовлена, и на ней тоже проведена вот эта вот антипилингованность. А вот если трикотаж сверху полиэстер, а изнанка хлопчатобумажная, это будет на цветопередачу? Нет. У нас есть ткани, которые, ну, так называемые 50 на 50, они сделаны на самом деле не 50 на 50, они по типу сэндвича, то есть они вообще сделаны 100% хлопок, 100% полиэстер, просто нить определенным образом увязана. Есть те, которые, как сэндвич, допустим, полиэстеровый слой находится наверху, хлопковый 100% находится внизу. Вот, ну, как бы сэндвич тоже, у него пушок бывает, вот этот, который нижнего слоя хлопком, он пробивается наружу. Из-за того, что вы печатаете вот это вот сэндвич волокно, или вот есть еще такая ткань на рынке Evolution, да, которая тоже с хлопком, у нее вот этот вот пух пробивается наверх, из-за этого у вас смотрится как будто, ну, вот черный, он смотрится пыльным. Поэтому вот такие вещи лучше использовать все-таки какие-то либо пастельные тона, либо где у вас абстракция какая-то нарисована, либо, ну, вот не сплошняком идет заливка цвета. Вот. Есть ткани трикотажные, ну, например, велюр, да, трикотажный, тот же самый флис антипилингованный, какой еще, там, какая-нибудь скуба, все спортивные ткани, у них все хорошо, там прям супер, ничего, можно печатать черный, супер черный, все что угодно, там поверхность другая. Все. У нас, кто не получил, есть еще маленькие подарочки девушкам, платочки твили. Вот подойдите, сейчас, когда я закончу, получите все замечательные презенты, вы очень классные слушатели, я не ожидала, что вас так будет много, что вы проснетесь, это очень приятно. Вот. Я желаю вам успехов, несмотря ни на какие ситуации происходящие, ни экономические никакие, творите, наслаждайтесь, печатайте на ткани, это очень крутая штука, это то, что мы носим на себе, несем в мир, пропагандируем, и с этим очень классно работать. Спасибо.